Универ Ньюс приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана. С вами Анна Глазунова и сегодня в выпуске. Студенты Казанского федерального попали в закрытый цирк. Ильшат Гафуров поговорил о деятельности Фекрята Табеева. В Казанском университете определили самую красивую студентку. Ректор Казанского федерального университета провел встречу, посвященную жизни и деятельности Фекрята Табеева. Подробности в сюжете Дианы Шиловой. 3 марта накануне 90-летия со дня рождения выдающегося государственного деятеля, видного дипломата, почетного гражданина Казани и набережных Челнов Фекрята Табеева, состоялась конференция в формате круглого стола, посвященной его жизни и работе. Символично, что вспоминали первого секретаря обкома КПСС в здании, которое появилось в Казани, в том числе благодаря его усилиям во втором высотном корпусе КФУ. Будучи еще студентом четвертого курса, стал секретарем партийной организации факультета, куда входила вся профессора, с которой у Фекрята Хмельзяноча складывалось уважительное и доверительное отношение, благодаря его высокой эрудированности и не по годам жизненной мудрости. Надо сказать, что отношение Фекрята Хмельзяноча осталось таковым, и даже тогда, когда он вышел на заслуженный отдых, все время с добротой, тогда я еще в университете не работал, отзывался о Казанском университете, о годах учебы и об отношении к профессоре как к особой касте. На памятном мероприятии о выдающемся руководителе вспоминали его современники и преемники. Почетными гостями стали первые лица республики, представители правительства и Государственного совета Татарстана, различных министерств и ведомств общественных организаций, образовательных и научных центров. В завершение встречи ректор КФУ объявила о принятом решении создать в университете именную аудиторию, посвященную Фекряту Ахмельжановичу. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз. В Казанском университете обсудили новшества предстоящих выборов 2018 года. Подробнее смотри в сюжете Дианы Шихиддиновой. 5 марта в Казани общественная палата Республики Татарстан и Казанский федеральный университет при содействии Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан провели встречу представителей республиканских штабов, кандидатов в президенты, представителей региональных политических партий и политологов. Участники обсудили нововведения, упрощение процесса голосования по месту фактического нахождения, также техническое нововведение, направленное на повышение прозрачности подведения итогов, применение комплексов обработки избирательных бюллетеней, которые будут применены в Республике впервые. Чем больше будут автоматизированных средств подсчета голосов, тем меньше будет вообще сказать, что вот кто-то там что-то подтасовал. Главным гостем встречи стал российский актер театра и кино Михаил Пореченков, который является доверенным лицом кандидатов в президенты России Владимира Путина. Леонид Толчинский задал вопрос Михаилу Пореченкову о том, как выборы изменились с 90-х годов. Выборы просто превратились в достаточно серьезную масштабную кампанию по сравнению с 90-ми годами. В 90-х годах, как я помню, ну пойдем, да ладно, что идти, да не надо, да ну ребята, все решат за нас, пожалуйста, никто за нас ничего не решит. Мы сами выбираем свою судьбу. Пожалуйста, максимальный контроль, максимальное освещение, полная прозрачность того, что происходит. Диана Шехединова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Более 120 представлений в год проходило на манеже Казанского цирка до того, как он закрылся на капремонт. Наша съемочная группа оценила перемены, произошедшие с одним из любимых мест казанцев. После продолжительного ремонта Казанский цирк почти готов открыться. И несмотря на то, что его двери пока закрыты, нам все-таки удалось проникнуть внутрь и узнать, чем цирк готов удивлять будущих гостей. Одно из любимых мест казанцев закрылся на ремонт еще в конце апреля прошлого года. К сегодняшнему дню закончены работы по отоплению, электрике, вентиляции. Ведутся лишь отделочные работы. Также почти готовы служебные помещения и площадки, где содержатся животные. Манеж полностью покрыт новым материалом. Это новое покрытие. Оно еще до конца совсем не сделано, но еще покрываться будет один раз. Убедиться во всем сказанном лично первыми удалось учащимся Высшей школы журналистики Казанского федерального университета на пару со своими будущими коллегами из различных редакций и телеканалов города. На самом деле я из Ижевска и сравниваю этот цирк с всемирно известным Ижевским цирком. И честно говоря, он, Казанский цирк, не уступает Ижевскому. Очень поражает масштабами и надеюсь, что будут билеты со скидками для студентов и мы сейчас сходим сюда. В добротной программе, с которой Казанский цирк начнет работу, вновь выступят жонглеры, акробаты, гимнасты, а также дрессированные звери. Обещают даже дрессированных уток. Долгожданное открытие цирка планируется на 17 марта этого года. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универ Ньюс. Состоялась седьмая серия образовательного проекта «Про наука». Чем запомнилось мероприятие, вы узнаете в сюжете Артема Тупичкина. В Казанском федеральном университете состоялось мероприятие «Эко-ночь» — седьмая серия образовательного научно-популярного проекта «Про наука» в КФУ. «Про наука» — это цикл ночей науки в Казанском федеральном университете. Это формат образовательных интенсивов. Каждое мероприятие объединяет на одной площадке множество разнообразных активностей. Научно-популярные лекции от ведущих исследователей России, умные интерактивы, современное обучение и знакомство с единомышленниками. На Эко-ноче обсуждались экологические проблемы, лекторами озвучивались возможные пути решения. Подобные мероприятия высоко ценятся и государственными структурами. Центром экономии и ресурсов был организован практикум «Неформальное просвещение в экологии». Я занимаюсь тем, что придумываю и провожу экологические занятия для взрослых и для детей. Но делаю это в неформальных игровых формах, чтобы те знания, которые я даю про экологичный образ жизни, действительно усваивались, становились частью сознания человека и позволяли ему лучше ориентироваться в меняющемся сейчас столь стремительном мире. Среди гостей мероприятия были студенты и преподаватели Казанского федерального университета, учащиеся школ, их родители и другие люди, озабоченные проблемами экологии. Помимо посещения лекций, гости могли поучаствовать в опытах, экспериментах, викторинах и других развлекательных мероприятиях. Артем Тупичкин, Ленар Довлетяров, Универньюз. В Казанском федеральном университете определили самую красивую, талантливую и обаятельную девушку. В КСК «Уникс» прошел финал конкурса «Мискафу-2018». Кто же завоевал заветную корону? Все подробности смотри в сюжете. Финал конкурса красоты, грации и творчества «Мискафу-2018» состоялся 2 марта в Большом зале КСК «Уникс». На сцене только самые талантливые и красивые девушки, те, кто прошел отбор в заочном и очном туре. Из 123 студентов, которые изначально подали заявки, на сцене оказались только 22 девушки. Студентки Казанского университета в возрасте от 18 до 25 лет демонстрировали свои таланты в музыкальной, танцевальной и поэтической сферах. После выступления зрителям и жюри был показан видеоролик, где участницы отвечали на различные вопросы сферы математики, астрономии и физики. А после жюри определило топ-10 конкурсанта, которые вышли на сцену в национальных костюмах и стали участницами Блиц-опроса. Безусловно, моим кумиром являются мои родители. Они для меня идеал любви, верности. Именно они воспитали во мне все самые лучшие качества, которые я имею и, возможно, показываю сегодня и сейчас. Заключительным этапом стало дефиле в свадебных платьях, которые девушки репетировали не раз. Ведь ходить на высоких каблуках, держать осанку и улыбаться не так легко, как может показаться на первый взгляд. По итогам конкурса «Титл Миск и Фу» 2018 и корону завоевала 17-летняя студентка Инженерного института Казанского университета Мария Иванова. Если честно, я была очень шокирована. Я не слышала никого вокруг, я ничего не видела. Я просто пыталась осознать мысль о том, что я победила в этом конкурсе. Дело в том, что раньше я никогда не чувствовала в таких конкурсах. Здесь каблуки для меня были впервые. Держать правильно осадку, улыбаться и ходить правильно. Вот это самая главная трудность, с которой я столкнулась. Жюри определила первую вторую вице-миска Фу, а также победительниц в различных номинациях. Каждая без исключения была достойна главной победы. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. 6 марта в Казанском университете состоится инсталайв, в котором примут участие те, кто планирует связать свое будущее с журналистикой, пиаром. Подробности далее. 6 марта в 15 часов в Казанском федеральном университете состоится очередной инсталайв, в ходе которого на вопрос абитуриентов и их родители, подключившиеся к трансляции, ответит дирекция Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. Спикерами завтрашнего инсталайва будут как раз люди, которые смогут ответить на эти вопросы, разнообразные вопросы, связанные с жизнью, с учебой и деятельностью активной в университете. Вопросы можно присылать и заранее на почтовый адрес кафедры Высшей журналистики. Это были все новости на сегодня. С вами была Анна Глазунова. До новых встреч в эфире. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok